впервые на канале грузовая техника садко next я очень неровно дышу грузовикам тем более к той части грузовой техники которая ездит по сложной пересеченной местности мне кажется даже все кто так или иначе увлекался оффроудом как-то касался этой темы неровно дышит в сторону той же шишиги пицгаура у немога и прочей такой уникальной проходимой техники которые на самом деле существует наверное у каждой армии мира у каждой страны есть что-то свое очень интересное очень здоровская классная и сегодня у нас такой вот интересный момент у нас сегодня садко next это по сути реинкарнация шишиги современная шишига 2020 я и так называю у нас у меня практически тот же самый автомобиль который легендарный был когда-то на него нахлобочили новую кабину на него поставили я им зашли нормальный дизель причем даже не минске этот тракторный d40 какой-то 45 а именно нормальный я им зашли дизельный грузовой мотор что там осталось от настоящей шишиги это рама мосты раздатка у нас есть блокировки у нас есть подкачка автоматическая у нас есть на раздатке тот дополнительный вал отбора мощности для механической лебедки данной комплектации механической лебедки нету тем не менее это та самая машина которая это все умеет делать мы с ним на карьере попробуем немножечко даже лично проехать я вам расскажу свои ощущения от этой техники условия достаточно рафинированная все-таки это тест-драйв немножечко в рамках какой-то программы именно от представителя в минске тем не менее попробую проехаться за рулем и рассказать вам как она едет на сока это интересный автомобиль едем 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 за рулем даже не так страшно было да это про прикольно автомобиль на самом деле образовая техника имеешь свои специфики потому что у нас достаточно резкие реакции на педали особенно проблема с тормозами с тормозами действительно очень дуговато найдет ваша мальчишка отлично едет на самом деле совершенно не страшно поначалу первое впечатление было поездно ешь как-нибудь пыльнуть потому что она очень высокая да но после буквально пары метров препятствий понимаешь действительно шишига и понижение это грузовик понижение действительно бомбическое тяги у него очень много и это чувствуется она может реально она может все техника стала немножко удобнее лучше потому что по сравнению с той коробкой которая была на шишиге это конечно небо и земля коробка своя газовская но все переключения очень четкие и очень хорошие кстати про давление у нас сейчас 0.4 во всех колесах и благодаря этому она конечно она конечно есть сейчас будет небо маша покажите людям небо газ полос на тата 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 едет едет шикарно можно сейчас вторую включить мы пойдем на первую покатались мы сейчас на садко next именно в живую конечно после шишиги впечатление очень положительное но на самом деле уже отойдя от представителей компании газ расскажу немножко от себя извиняюсь немножко ветрено но надеюсь микрофончик сработает нормально так самое главное что я хотел сказать сегодня про эти автомобили на самом деле заключается в том что садко next по сути такой противоречивый на самом деле автомобиль есть такой садко предыдущего поколения 3308 газ 3308 вот он является как бы последовательным шишиги и честно говоря потому что было с ним можно сказать что на самом деле проходимость относительно шишиги у всех последующих изделий газ ухудшилась ребята то есть если сегодня берут машину в плане какого-то с кунгом типа вахтовки такой ездить по какой-то газоразведке вести именно поддержку рабочего персонала в очень труднодосудной метности то на самом деле все давно уже перед перешли на технику более крупную более серьезно потому что относительно шишиги самое главное что изменилось в газоне 3308 это то что развесовка стала значительно хуже то есть преимущество шишиги принципиальное и гениальное проходимой шишиги было в том что развесовочка попадала идеально идеально 50 на и достигалось это за счет откидной кабины мотор был смещен далеко назад сидел в базе конечно при этом переключение передач было крайне специфичным крайне неудобным но проходимость развесовка все компенсировала в той машине как правильно говорят представители маркетинг маркетологи компании газ сошли звезды но это были не звезда это был очень хороший глубокий инженерные подходы проработка благодаря всему этому машина и получилась гениально проходимой что осталось 3308 это то что осталось практически тоже рама почти без немножко измененная но почти по сути тоже раму мосты и раздатка что стало лучше стали хорошие появились хорошие моторы то есть появились за мз моторы я мз моторы вот и это же что если говорить про именно next по сути это тот же 3308 просто с новой кабиной функционального изменилась только одна вещь две две вещи появилась новая в next это переключение сервоприводы на раздатке то есть ушел тот рычаг появилась появилась именно электронное переключение режимов работы раздаточной коробки и в салон приехала подкачка то есть индикация на приборке давление по осям там два давления переднего заднего ось и собственно подкачкой салона спускать накачивать все больше принципиально от 3308 ничего не изменилось развесовка не изменилась клиренс не изменился мосты остались те же единственный вопрос потому какие там блокировки вроде как утверждает что от шишиги мосты почти без изменений сама блоком все как положено но здесь я не уверен и точной информации у меня нету коробка конечно даже 3308 было значительный рывок вперед относительно шишиги именно в удобстве приключения коробки передач ну что сказать по итогам ну на самом деле машина оставила двойственное впечатление да это вау это карьер это впечатление от большой техники средней техники но грузовой вот но тем не менее если подойти это с резвым умом как говорится то до шишиги и конечно все-таки еще далековато стало лучше стало удобнее но функционально и в плане проходимости чудес нет развесовка все равно капот все равно компоновка не так развесовка не ездит она так же каких лошаджика просто не ездит но на этом и все до новых встреч до побочения